Ну, а мы поговорим сегодня про генерацию видео на JavaScript. Моя компания Lumen5, она занимается тем, что предоставляет такой редактор с кусочками искусственного интеллекта, который позволяет вам создавать что-ли такое, видеопрезентации, можно так сказать. Я бы это для русской аудитории перевел как PowerPoint, результатом которого является видео. Но в целом там довольно много всяких задач внутри решается. Сегодня я бы хотел проговорить про видео и как мы это делаем на JavaScript. Если вы попробуете погуглить вообще код какой-то связанный с генерацией видео на JavaScript, скорее всего, вы найдете очередной видеоплеер. Ну и спойлер, там ничего прям суперинтересного нет. Все используют обычно для того, чтобы играть видео стандартный HTML5 видеоплеер и стандартный HTML видеоэлемент. Грубо говоря, добавляют кнопочки к нему, дополнительные какие-то капшены, сабтайтлы и так далее. Мы сегодня поговорим именно про генерацию. Давайте посмотрим такой маленький фрагментик. Здесь у нас, во-первых, мы видим здесь настоящего Человека-паука, Тоби Магуайра. И здесь мы видим, собственно, типичное видео. Здесь по сцене перемещаются объекты, сцены сменяются, бывают какие-то эффекты там зуминга, трансформации и так далее. Даже вот на вот такой простой сцене. Смотря на это видео, не понятно, как вообще, что такое генерация тогда видео на JavaScript. Но если вот взять и сделать раскадровку видео, то уже все становится как для программиста проще. Мы работаем с отдельными кадрами в каком-то таймлайне. И получается, тогда возникает вопрос, очередной это доклад про Canvas. Нет, но Canvas, безусловно, является одной из основных частей вот этого мира генерации видео на JavaScript. Поэтому давайте немножко вспомним про наш Canvas, как вообще с ним работать. И давайте нарисуем один пиксель. Вот, собственно, стандартный код, который вы можете загуглить. И вы, скорее всего, его писали. У нас есть какой-то Canvas в нашем доме. Мы получаем контекст этого Canvas, от UD-контакт в данном случае. И мы рисуем один прямоугольник. Он размером 1 на 1. И, собственно, мы ничего не видим. Справа у меня должна быть картинка. Потому что этот пиксель настолько маленький, что его даже совершенно не видно. Если же все это зазумить на 500%, тогда вы уже увидите эту маленькую точку. О чем это нам говорит? О том, что если мы попробуем генерить видео таким образом, что мы будем каждый вот этот пиксель из кода писать, то, ну, как бы это возможно, но получится что-то такое. То есть у нас там каких-то 1920 на 1080 каких-то вызовов конструкций, что как-то не суперкруто. И задается вопрос, что попиксельно какие-то картинки рисовать, то есть кадры наши — это безумие. В целом, да, но кенвасом мы можем рисовать какие-то базовые элементы, какие-то формы, какие-то прямоугольники. И вот какой-нибудь такой пример можно показать, что мы, собственно, создали некий наш объект на нашей сцене, дом. Да, вот мы его с помощью кенваса нарисовали. Тут вдаваться в детали не будем, но я думаю, что каждый из нас когда-то рисовал на кенвасе. Там есть просто функции для того, чтобы нарисовать линию, там нарисовать прямоугольник, закрасть это все и так далее. Так, что-то все отрубилось. На самом деле, если вот дальше развивать эту тему, кадр — это все-таки для нас, для программистов, это множество ассетов, с которыми мы применяем какие-то трансформации. И примеры ассетов, какие у нас могут быть, ну, это вот только что мы рисовали, например, домик линиями на кенвасе. Мы можем этот как бы ассет как объект переиспользовать. Да, вот несколько таких добавить на сцену, как-то проанимировать их. Это картинки в видео. Ну и там различные там типы, виды картинок, да, которые у нас могут быть. Вот, например, мы можем нарисовать уже отрисованный дом. Давайте представим, что у нас есть два различных кенваса, то есть кенвас, на который мы рисуем, и здесь называется переменная house canvas, то есть тоже в доме есть кенвас, на который мы уже до этого нарисовали вот тот самый дом. И вот на основной кенвас, да, мы рисуем, как бы забираем картиночку с того кенваса с домом. И вот видим, что я тут с цифрками нахосячил, сплющил как бы изначальную текстуру, но тем не менее вот таким образом можно переиспользовать как бы что-то уже отрендеренное. Причем, кстати, кенвас, контекст под капотом оптимизирует эту вещь, то есть он два раза там не напрягает наш GPU. Он, грубо говоря, из одного участка, ну, то есть переиспользует тот же кусок памяти, что он использовал для того, чтобы в предыдущий кенвас отрендерить. Также мы можем нарисовать картинку. Вообще вот это context draw image — это суперкрутая функция. Она принимает на вход и кенвас элемент, и буфер она может принять, и может принять offscreen canvas, ну, и видео тоже может туда принять и так далее. И вот, собственно, мы точно так же рисуем кадр из видео. Вот видно, что в draw image мы передаем наш видеоэлемент, который добавлен. Единственное, здесь такой момент, что с видео уже начинается сложнее, потому что для того, чтобы отрисовать на кенвасе видео, нам необходимо это видео промотать на необходимый нам кадр. Вот здесь я промотал этот кадр с помощью установки current-time 4, послушал, когда видеофрейм был передан в композитор, и тогда уже только отрисовал, ну, вот этот кусочек этого видео вот на наш target canvas. Здесь получается такой момент, что есть задержка как бы между установкой времени вот этого самого видео и его непосредственной отрисовкой. Давайте пока сохраним это в памяти, отложим на будущее, чтобы подумать о том, какую эту проблему может нам породить. И давайте теперь рассмотрим, мы говорили, что у нас есть ассеты, мы разобрали, как их рисовать на нашу сцену, и мы говорили, что кадр — это ассеты и трансформация, примененная к ним. Вот примеры трансформации, там где-то мы перевернули что-то, где-то расширили, где-то мы такой, это называется, skew effect сделали, где-то мы opacity поменяли и так далее. Вообще в кенвасе есть функция set transform, которая там шесть параметров принимает, и она довольно богатая, то есть там можно как угодно вообще эту картиночку крутить. Но в целом там есть также и функции rotate там и так далее. Что ж, мы только что научились рисовать что-то и трансформировать, поворачивать там. Теперь мы хотим заанимировать. Когда мы говорим про анимацию, у нас как бы появляется уже понятие работы с таймлайном каким-то. И вообще, в принципе, чтобы трансформацию вот к этому же дому какую-то применить, необходимо сначала нашу вот эту функцию расширить. Дело в том, что мы тогда рисовали вот этот дом по статичным как бы координатам изначально. Здесь, соответственно, мы должны добавить какие-то dx, dy в эту нашу функцию, чтобы потом эти dx, dy, видите, здесь приплюсовали. То есть здесь относительно предыдущего кода особо ничего не меняется. И пока мы рисуем только вот статический объект в координатах 0,0. Теперь поговорим, как рисовать, собственно, анимированный дом. Это, кстати, дом нормального человека, а не фронтенд-разработчика. Здесь эту функцию draw нужно рассматривать как рекурсированную функцию, и вот ее проще считать с конца. Вот в конце функции draw мы вызываем requestAnimationFrame, который браузер нам предоставляет, и браузер пытается на 60 кадров в секунду стараться вызывать вот наш draw. и, собственно, вот мы вот каждые 16 миллисекунд, по сути, вызываем сами себя. И здесь мы сначала очищаем то, что было нарисовано на предыдущем кадре. Это здесь сделано не очень красиво, но вот можно просто вот так чистить canvas, прям пустоту туда закидывать. Потом мы, собственно, должны уже вызвать наш draw image и туда передать какие-то измененные координаты dx, dy. Ну, а потом уже что-то с вот этими координатами, да, чтобы для следующего кадра перерассчитать, мы должны как-то их модифицировать. И вот я здесь, по сути, такой под углом делаю анимацию. Вниз мы двигаемся. С картинкой, да, может поступить так же. Здесь пример уже поворота. Тоже точно так же есть у нас какой-то угол. Этот угол по времени у нас меняется. И вот мы рисуем, и это изменение у нас такое линейное здесь происходит. В целом точно такой же пример, как предыдущий, только просто другой вид трансформации. С анимированием видео. Тут уже анимацию использую просто вращение по кругу, да, то есть мы просто по синусу мы крутим x, по косинусу мы крутим y. И, собственно, вот у нас кружок получается. И видно, что мы еще в процессе модифицируем видео current time, да, чтобы туда вот время, на которое нам нужно наше видео отмотать, зафиксировать. Здесь можно поступить и иначе. Можно на самом деле просто попросить... А, ну и в конце мы тут, видите, вместо request animation frame просим видео, request video frame callback, чтобы как бы дождаться отрисовки видео, и потом его нарисовать уже на таргетный канвас. Это можно и по-другому было обыграть. То есть, например, мы могли бы написать так же request animation frame стандартный, да, и... Ну, его получается, да, использовать. Эффект был бы немножко другим. То есть здесь мы гарантируем, что мы рисуем с чистотой кадра, которая у нас есть у этого видео. Давайте пойдем дальше. Чем нам может вообще здесь помочь Pixie.js, о котором многие слышали, и Pixie.js обычно для игр используют. Для видео он тоже отлично подходит. Давайте вот рассмотрим... Вообще, если говорить про Pixie.js, это такая библиотека, которая предоставляет довольно широкие возможности по работе с WebGL, и с Canvas'ом тоже работает. Там есть пакет Pixie Legacy называется, который с 2D Canvas'ом работает. Но в целом это библиотека для анимации, для работы с 2D сценами. И она нам отлично может помочь, потому что если попробовать этот пример с вращением Тоби Магуайра перенести на Canvas, нам там нужно будет подумать о том, чтобы как-то объекты друг относительно друга расположить. Потом еще обратите внимание, у нас сейчас вращение идет относительно как бы серединки контейнера, в котором обе эти картинки находятся. Ну и, в общем, это уже какая-то там математика, какие-то расчеты. И, собственно, для генерации видео можно взять Pixie.js, просто потому что вот он нам эту проблему решает. Давайте быстренько посмотрим вот на этот пример. Здесь мы получаем текстуру, мы ее можем инициировать там из какого-то удаленного там внутреннего ресурса, Base64 и так далее. Потом мы создаем два спрайта. Первую картинку мы делаем маленького размера, 100 на 200. И вторую картинку мы относительно первой как бы в пространстве двигаем. То есть тут код просто выглядит, что мы toby2.position.x равно toby1.vis. В принципе, все логично. И дальше мы два вот этих спрайта добавляем в наш контейнер. Контейнер мы позиционируем посередине относительно цены и устанавливаем ему точку, относительно которой мы трансформации и вращения считаем, на как бы серединку. И красота. Все работает. Еще Pixie предоставляет нам условно свой собственный такой реквест, реквест-анимейшн-фрейм. По сути, это называется тикер. Он под капотом, да, использует реквест-анимейшн-фрейм, но с одним маленьким нюансом. Дело в том, что поскольку эта библиотека используется в играх, и в играх важно, что даже если мы на какой-то итерации там где-то логанули, мы не должны... Ну, то есть представим, что мы пытаемся 60 кадров в секунду, поворот чего-то рисовать, и в какой-то момент мы там что-то дико долго там какие-то операции на JavaScript делали, залочили все, и вот мы уже как бы на следующем кадре и должны как бы следующий поворот рисовать, но время-то прошло уже реального довольно много, да, и нам нужно как бы картинку с рывком, но повернуть вот до нужного конечного угла. Вот, поэтому Pixie нам под капотом там предоставляет вот эту дельту, которую мы можем вот в расчетах использовать, это дельта между текущим и предыдущим кадром. Тоже довольно удобно, но в целом в видеогенерации там не так очевидно применение вот именно такой штуки. Давайте пойдем дальше. Если вот вообще брать в целом, да, чем может помочь Pixie, кроме вот той демки, которую мы видели, это, во-первых, удобная работа с ресурсами. В предыдущих демо, когда я рисовал картинки и видео, я опустил те моменты, что картинка может быть не загружена, да, тогда ее, когда вы попытаетесь рисовать, там просто что-то белое может нарисоваться, что-то перекроется. Иногда как бы размеры нашего элемента еще в какой-то момент рисования не просчитаны и так далее. Pixie умеет работать с ресурсами, да, то есть эта задача там решена. Контейнерная модель – это вот про то, что я говорил, что объекты можно друг к другу вкладывать и к более высокому уровню применять трансформацию, и автоматически дети тоже как бы этой трансформации будут подчинены. Есть готовый тикер, ограничивающий частоту обновлений, да, там можно задать, как часто этот тикер должен вызываться. Это для генерации видео важно, потому что вот request animation frame мы когда вызываем, он, браузер его вызывает, старается 60 кадров в секунду. А что, если мы хотим сгенерить такое видео, у которого будет частота обновления, конечно, 30 кадров в секунду? Такое тоже может быть. Мощь WebGL, ну, в частности, очень удобно использовать Pixi-фильтры, то есть у вас есть возможность поработать уже на уровне GLSL, и там можно очень крутые эффекты для видео делать, всякие сепия-фильтры накладывать и так далее. И в понятиях Pixi анимация, да, это изменение свойств объектов, как раз то, что нам нужно, да, то есть в Canvas мы там работаем с какими-то координатами, там какие-то точки рисуем, линии, а здесь вот уже то, что нам всем понятно, когда мы position.x меняем по времени, вот и все, все работает. Немного о том, как вообще можно описывать функции для анимации. Вот есть обычная линейная анимация, да, я вот на предыдущих слайдах показывал, когда мы линейно вращаем, линейно двигаем и так далее. Вот, собственно, обычный пример, вот если мы хотим позицию проанимировать там с 50 до 550, да, то мы бы написали какой-то такой код, то есть прогресс там, который нам бы пришел, это прогресс в рамках таймлайна, да, вот нашей анимации от нуля до единички, и вот как раз бы мы проанимировали. Но такие анимации глазу, они не супер приятны, да, линейные, они не вызывают у нас никакой эмоции, и мы все знаем, писавшие на CSS, что часто мы используем всякие различные затухания, там такие появления, ну и все сессии мы для этого используем кривые безе часто. Нам браузеры предоставляют их пресеты, но вот поскольку мы здесь уже работаем в плоскости как бы именно исполнения джаваскрипта, то нам придется при анимации объектов какую-то в свою систему изобрести, либо взять готовые библиотеки, вот можно, например, скачать библиотеку, которая по кривой безе, ну, строит саму кривую безе, и для какого-то прогресса она возвращает ее значение на этой кривой. Ну и вот здесь видно два примера. Нижняя — это просто линейная анимация, и верхняя — это безе. Но в целом вы, я думаю, все видели, знаете, что это такое. Вопрос не совсем в этом. Вопрос в том, что код, который здесь написан, — это все еще императивный код, и мы же не будем для каждого видео, для каждого разного типа видео генерировать, то есть заставлять разработчиков писать такой код. Хотелось бы как-то это все в виде каких-то конфигов хранить, Ну и так на ум приходит различный вариант, как можно сделать. То есть можно описывать анимейшн конфиги, да, там мы описываем проперти, которую мы анимируем по времени, с какого значения, по какое значение, и указываем, какие будут значения для нашей кривой безе. Соответственно, мы можем построить такую кривую безе, которая просто линейная и так далее. И вот у нас уже, если мы возьмем и такой конфиг размножим на много проперти, у нас там будет уже такая богатая сцена, да, с вращениями всего и вся, с поворотами, смещениями и так далее. Вот уже что-то вырисовывается. И мы можем, соответственно, в какой-то конфиг это все у нас в базе данных сохранить и достать и заанимировать. Все понятно. Надо тут только не забыть еще про кейфреймы, да, потому что нам иногда нужно вот на этом интервале времени так заанимировать, на другом так. Ну и в CSS обычно мы знаем, да, что такое кейфреймы. То есть мы описываем, например, анимацию, опять же, от 50 до 550, и мы говорим, что вот у нас там padding-leaf, например, меняется. Вот то же самое можно в каком-то таком формате описать, что мы меняем, position x, да, кейфреймс и набор кейфреймов, в которых мы описываем кривую, по которой это все меняется, и значение. Давайте пойдем дальше. Так, ну и что? На Canvas-то мы уже научились рисовать с анимациями, там уже все двигается, крутится. И является ли вот наш Canvas вообще видео? Ну нет, сам Canvas, он не предоставляет интерфейса, чтобы как бы именно видео забрать. Точнее, он предоставляет. Сейчас мы немножко об этом поговорим. Есть такая штука Media Recorder API. И, собственно, ее предназначение — это послушать стрим или наборы каких-то медиа-стримов, скомпоновать это все и закодировать в один какой-то файл. Ну и, соответственно, отдать на этот файл либо стрим, либо отдать прям именно конечный блоб, который мы сможем скачать. Ну вот здесь все просто выглядит. Мы создаем некий массив с Recorder Chunks. Сейчас поговорим про него. Дальше мы создаем экземпляр Media Recorder, в который мы передаем стрим, полученный из Canvas. У Canvas есть API Capture Stream, и в него мы передаем количество кадров в секунду, с которыми мы будем как бы опрашивать этот Canvas, ну и забирать оттуда кадрики. То есть вот этот отдельный процесс будет постоянно... Hey, Canvas, дай мне через каждую единицу делить на 30. Через каждую единицу делить на 30 времени. Он будет просить Canvas, дай мне следующий кадр, Canvas, дай мне следующий кадр. И на самом деле вот Capture Stream, если сделать и туда положить ноль, то есть возможность в ручном виде из нашего кода сказать, в какой момент как бы говорить внешнему слушателю, что в стрим прилетел новый кадр. Там есть отдельный специальный метод, то есть это можно еще немножко по-другому переписать. Но не суть. В Recorder мы можем послушать события onDataAvailable. Это когда у нас уже сформировался набор кадров, с которыми мы хотим в итоге работать. И вот мы можем вот в нашу какую-то переменную эти данные положить. И эти данные — это уже буферы. В конце концов мы можем эти буферы скачать пользователю. Для этого мы обычно, как на JavaScript поступаем, мы создаем некий blob URL, в который все кладем, создаем скрытую ссылку и говорим ссылка точка клик, и файлик скачивается пользователю. Думаю, все с этим уже сталкивались. Здесь, в принципе, то же самое. То есть я даже этот код не стал прикладывать. И вот у нас в конце, собственно, получается это видео. Но видео — это не мое. Мы не поговорили про голос. У меня нет большого опыта работы именно с голосом, но хотя бы обрисовать, какие задачи решаются при генерации видео. То есть мы должны еще и уметь различные вещи делать. Например, вот у нас есть таймлайн. Внутри него мы сначала, например, пускаем просто закадровый голос, аудиодорожку, снизу мы пускаем дорожку с музыкой, и в какой-то момент времени у нас начинает проигрываться видео, и мы все это должны скомпоновать в одну единую штуку. Для этого есть у нас Web Audio API. Примеры, к сожалению, на нем выглядят уже довольно сложно, и они не укладываются в разумительное время, чтобы на слайде их посмотреть, поэтому не стал прикладывать. Здесь просто обрисовываем проблемы. Вот такую задачу придется решать. Не суперсложно, тем более, что API есть. Ничего там такого магического делать не надо. И часто приходится решать задачи, когда у нас нужно наложить как бы один поток на другой поток и при этом там организовать какое-то затухание и появление нашего звука. Вот нужно об этом тоже не забыть, когда вы, если вы вдруг захотите генерировать видео на JavaScript. На клиенте понятно уже все, как делать. Хоть, собственно, кратко, если подытожить, рисуем на Canvas как можно быстрее и слушаем это все медиарекордером, да, как мы сказали. Сохраняем в блоб, сохраняем этот файлик, клиенту отдаем, и, собственно, вот и все. Вроде как все просто. Но если мы говорим уже о больших видео и о не очень мощных компьютерах, все-таки мы должны пользователя, ну, как бы, обезопасить и сгенерить это все уже на нашей стороне. И, собственно, идея-то такая, что мы хотим переиспользовать код, который у нас уже есть в браузере и работает. Какие же есть проблемы на Node.js? Ну, во-первых, на Node.js кенваса нет, да, то есть кенвас нам предоставляет браузер, но, слава богу, нашлись умельцы, которые портировали кейра кенвас, который, собственно, под капотом и у браузеров используется, и, слава богу, его можно из Node.js вызывать. Единственное, что разница такая, что в окружении браузера у вас есть дом-элемент кенвас, да, а здесь вы в Node.js не располагаете дом-элементом кенвас, то есть немножко по-другому. Вот здесь видно, что мы явно импортировали наш пакет, и у него есть функция create canvas. Такого в браузерном API нет. Ну, а потом дальше уже это выглядит как обычный кенвас, get context и так далее. Ну, в целом, это вообще никакой проблемы не выглядит. Вот. Единственное, что, если вспомнить про то, что мы уже договорились использовать Pixie и все его возможности, нам нужен такой кенвас, который умеет WebGL. Слава богу, для этого тоже уже нашлись умельцы, которые, во-первых, сделали проект Headless GL, называется, который, который, как бы, по сути, позволяет нам WebGL внутри нода использовать. И нашлись другие умельцы, поскольку мы обычно в рамках веба работаем с кенвасом, у которого есть WebGL context и 2D context, да, это все надо вместе соединить. Есть такой пакетик Node Canvas WebGL, и вот если его установить, все станет хорошо, и вот они показывают свою демку, но демки на WebGL, они настолько длинные по коду и настолько нам непривычные, что мы здесь можем час потратить, чтобы и рассматривать. Факт в том, что пакет есть, он готовый, он работает довольно хорошо. Дальше нам необходимо будет заполифилить HTML Canvas элемент. Поскольку мы там на фронтенде уже видели, какой мы код писали, да, то есть у нас там есть Canvas, на который мы рендерим и так далее, мы хотим прям тот же самый код использовать, вообще без каких-то модификаций. И, соответственно, это значит, что мы работаем уже в JS-дом окружении, и внутри него мы должны заполифилить наш HTML Canvas элемент таким образом, чтобы он использовал вот тот самый Node Canvas. И это делается несложно, то есть мы переопределяем функцию getContext. И вот сейчас здесь вообще мы видим два переопределения, Node Canvas и Create Element. Давайте сначала Create Element посмотрим. То есть когда мы говорим документ createElement, мы должны вернуть как бы другой наш отполифиливанный Canvas. Это все вот просто делается, да, в самом низу. If, type, равно-равно, Canvas, все понятно. И еще мы должны как бы внутри JS-дома зарегистрировать наш элемент, чтобы он был валиден, и это делается вот таким образом. То есть Canvas элемент JS-дом, и у него есть функция setup. Дело в том, что когда мы наш Canvas будем приотачивать к реальному, ну, к JS-дому, у JS-дома есть внутренние проверки, что мы там куда приотачиваем. И если он поймет, что мы ему подсовываем что-то вообще не то, как бы не из его мира, он поругается. И как он это понимает, что это из его мира объект или не из его мира объект? На самом деле, когда мы создаем JS-дом элементы, там у каждого элемента есть приватные property, в котором записан символ, да, то есть как бы его изнаружи условно нельзя подделать. Ну, вот есть такой хак, что мы можем вот эту функцию JS-дом setup вызвать. А, ну, еще надовый Headless GL не поддерживает WebGL 2. Но это, в принципе, не прям большая на данный момент проблема. Надеюсь, что скоро все исправится. И дальше уже сложности. Polyfillin HTML-видеоэлемент. Дело в том, что браузер делает многое за нас. Когда мы устанавливаем текущее время у видеоэлемента, он делает много вещей. То есть, во-первых, HTML-видеоэлемент скачивает наш видеофайл откуда-то. Он его покадрово разбивает. Ну, и то есть процесс, когда мы current time делаем, он как бы нам нужный кадр добавляет. И этот нужный кадр позволяет нам в Canvas'е draw image использовать. Как это вот в таком, в простом представлении можно запалифилить? Ну, у нас на наде нечему эти кадры нарезать. Но мы можем использовать ffmpeg. Это стандарт индустрии для работы с видео. То есть мы можем его попросить, пожалуйста, когда мы устанавливаем set current time, да, вот HTML-видеоэлемент полифилим, мы ffmpeg просим, говорим, дай нам картиночку. Мы эту картиночку прихраниваем. А когда Canvas to D-Context вызовет уже draw image, мы там проверим, мы делаем, мы рисуем наш HTML-видеоэлемент или нет. Если да, то мы уже как бы вот этот уже подготовленный фрейм туда вставляем. Это суперсхематичный код, но в целом полифилиться именно так. Ну, полифил как бы для видео вроде готов. Все просто, да, вроде лаконично. Если ffmpeg кадры умеет делать, то почему нет? На самом деле там много всего нужно еще учесть. Дело в том, что если вы откроете спецификацию, как HTML-видеоэлементы в браузерах сделаны под капотом, это довольно сложная спецификация. У этих элементов есть различные состояния, да, то есть там когда мы файл грузим, сначала там грузится метадата об этом файле, потом готовы ли кадры, готов ли первый кадр. Ну и там такая спека довольно объемная, вот. И чтобы ваш полифил хорошо работал, вам придется руку приложить. Нужно запросить метаданные о скачанном файле у ffprop, да, это отдельные утилиты, которые с ffmpeg идет. Нужно имплементить ready-state состояние. Нужно еще там про всякие вещи не забыть, например, пока видео не загружено, current time должен быть не undefined, не null, а что там, not a number, и обработать различные кейсы. Не забыть про то, что в JavaScript есть всякие проблемы с точностью, а при расчете границ кадров во времени это очень важно, да, то есть если у вас там лишние кадры начнут в видеоряде лезть, это проблема, поэтому там с округлениями придется поработать. Есть еще кейсы различные, хитрые, там, например, может быть, пользователь видео вам загружает, в котором есть видео и аудио, но аудио длиннее, чем видео, и в таких случаях большинство браузеров обычно, когда видео заканчивается, аудио еще идет, они как бы последний кадр дорисовывают. Вот вам тоже такое поведение придется, скорее всего, обыграть. Ну, и подумать, что делать с перформансом придется, потому что, как мы на предыдущем слайде посмотрели, мы на каждый current time, да, установку времени, мы просим FFmpeg, а это межпроцессное взаимодействие, соответственно, там нужно с кэшами поиграть, ну и так далее. В общем, закулисье довольно интересное. И вот, когда вы уже с этим всем повьетесь, вы будете вот изнеможденный, истощенный, вот как Тоби Магуайр на вот этой гифке, но в целом видится, как спасение вот-вот скоро наступит, а спасение может быть какое, либо какой-то умелец возьмет и заполифилит нам то, о чем мы сейчас говорили, и даст нам готовое, и компаниям, таким как моей, таким как моей, таким разработчикам, как я, не придется это все за руками делать, либо мы дождемся веб-кодекс API, который позволяет на самом деле много проблем решить и в том числе позволяет, ну, доставать кадры из видео. Здесь еще стоит упомянуть, что при генерации видео пока, ну, если мы это делаем без веб-кодек API, мы можем генерировать видео максимум на скорости 60 кадров в секунду. То есть типа, чтобы сгенерить 5-минутное видео, нужно 5 минут ждать в этом духе. Можно там распараллелить, можно использовать off-screen Canvas API и в разные веб-воркеры все это засунуть, да, потом это все собрать. Но если говорить прям про реальное время, да, то это довольно долго. То есть типа... И это все просто потому, что кадры, в принципе, из видео могут довольно шустро доставаться. FFMPEG процессит часовое видео там за 5 минут, например. Вот. И нам хотелось бы добиться такой же производительности и пошустрее это все генерить. Но пока ждем, вот. Но можно не ждать. Сегодня я с вами поделился как бы общим представлением о том, как генерировать эти видео. И вы только что приобрели новые знания, новую силу. И эту силу можно приложить. Чем больше силы, тем больше ответственность. Приходите, поддерживайте проекты Pixie, Headless.jl, NotCanvas, JS.dom, да, можно сюда тоже пропозу на полифильник принести. И WebCodex. Если вдруг увидите какого-то бедолагу, который бьется с очередным полифилингом видео для рендеринга, пожалуйста, помогите ему. Вот. На этом у меня все.